Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Долгожданное открытие. Армянская апостольская церковь Святого Георгия в селе Гайкадзур сегодня распахнула свои двери для верующих. Гордимся нашим спортсменом. Анапчанин Олег Чен завоевал три золотых медали на чемпионате России по тяжелой атлетике. Анапские виноделы снова лучшие. На фестивале «Цемлянская лоза» три сорта вина с подворья старого грека из Витязева заняли призовые места. Вывозить бытовые отходы из Анапы теперь приходится в Абинск. По решению суда наш полигон закрыт из-за близости к аэропорту. Проблемы в транспортировке стали причиной повышения тарифа с 1 июля. Сегодня этот вопрос рассматривали на Совете депутатов. С конца марта текущего года полигон для твердых бытовых отходов, который в районе Хутор Красный, закрыт по решению суда. И сконнициировала компания «База Лайра», управляющая аэропортом Витязева. По их мнению, полигон находится слишком близко к аэропорту и привлекает птиц. Пернаты создают опасность для самолетов при взлете и посадке. Многочисленные аргументы, доказывающие несостоятельность требований «База Лайра», суд не учел. Лицензированный полигон, где все соответствует требованиям закона, оказался лишним. В администрации пояснили, что 90% затрат на вывоз мусора – расходы на транспортировку. Если раньше транспорт из Анапы преодолевал туда и обратно порядка 14 километров, то сегодня мусор вывозят в Абинский район, преодолевая в общей сложности 170 километров. Построить в Анапе новый полигон нельзя из-за реформы системы утилизации мусора, которая проводится на краевом уровне. Кроме того, по закону, мусор из здравниц федерального значения должен вывозиться на полигоны, которые включены в специальный федеральный же реестр. Ближайший такой находится в Новороссийске. Однако возить туда в итоге дороже, чем Подобинск. Решение очень сложное, решение очень, ну так скажем, может быть, непопулярное. Но у нас нет другого выхода, как принять это, потому что все мы понимаем, что если мы не примем новый тариф, мы просто все останемся с мусором. И все, нам некуда будет его везти. Некому. Предприятие подало одни цифры, естественно, мы это все урезали, в соответствии с законодательством, в соответствии с нормативной документацией приводили все в соответствие, чтобы этот тариф стал обоснованным. В администрации отмечают, что тариф на вывоз мусора в Анапе был одним из самых низких в крае. И к другим новостям. Она повошла в топ-10 самых популярных мест для летнего отдыха с детьми в 2016 году. Рейтинг составил известный интернет-портал для путешественников. Лидирует в списке Сочи. Геленджик также входит в десятку. Помимо популярных кубанских курортов, в топ-10 находятся Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ялта, Пятигорск, Вологда и Нижний Новгород. Как отмечают составители рейтинга, летних путешествий с детьми по России стало больше на четверть в сравнении с прошлым годом. Причем курорты Краснодарского края опережают Крымский по популярности такого отдыха. В среднем россияне с детьми планируют провести 10 дней отпуска. Самые же длительные поездки с детьми на 13 дней ожидаются в наш город-курорт. Сегодня состоялось открытие Армянской апостольской церкви Святовой Георгии. Этого события ждали давно. Пять лет назад администрация города выделила землю в селе Гайкадзор. Построили церковь на пожертвования. Средства присылали со всей России. Такую картину можно было наблюдать сегодня в селе Гайкадзор. Все обочины главной улицы от въезда до самого выезда были заняты автомобилями. С самого утра в храме прошла первая литургия. Ее провел глава Армянской апостольской церкви Юга России Мавсес Мавсисян. Он поблагодарил жертвователей, а также светские власти, которые оказывали поддержку строительству. Епископ отметил, что святой Георгий Победоносец, в честь которого освящен храм, почитаем как в Армянской апостольской, так и в Русской православной церкви. Отношения между этими конфессиями он назвал братскими. Православные священники подарили новому храму крест с частицами мощей святого Григория Просветителя, первого католикоса всех армян, равнопочитаемого и православными верующими. По словам епископа, церковь – одна из основ единства армянского народа, представители которого сегодня живут по всему миру. Именно вера помогала армянам переживать самые трудные испытания и сохраниться как единому народу. Анапские виноделы стали лучшими на конкурсе профессиональных производителей вина в Ростовской области. В рамках фестиваля «Цемлянская лоза» три сорта вина с подворья старого грека из Витязева заняли призовые места. А Каберне Савиньону достойно гран-при. Победу Валерий Асланов празднует достойно. Он готовится к открытию нового объекта туристического показа, которому Анапа может по-настоящему гордиться. Всего несколько дней винодел празднует победу. Это когда тысячи часов неустанного труда в поле и заводских цехах, воплощенный в ароматном напитке, олицетворяет вот такой кубок, наполненный до краев. Каждый, кто создавал вино-победитель, по традиции едва пригубит его с почтением, словно преклоняясь перед творением рук своих, и провозгласит тост. За дружбу, что крепка, за шире ее пределов, за благородство мастерства кубанских виноделов. В рамках праздника «Цемлянская лоза» в Ростовской области на конкурсе гаражных вин, где было представлено почти 60 образцов вина, Анапская Каберне Савиньон с подворья старого грека была признана самым лучшим и получила гран-при конкурса. Оценивалось вино в международной системе классификации по стобальной системе. От ближайшего конкурента мы оторвались на 4 с лишним балла. И второе, и третье еще с операевью у нас было. Валерий Ставрович Исланов 1 июня откроет свое винное подворье для туристов. А пока неустанно принимает гостей, которые с удовольствием везут ему подарки к открытию, как ценителю красоты. Он видит ее во всем, и прежде всего в том, что тысячелетиями прославляла грека. Красота, красота. Отлично. Винодел знает тысячи секретов того, как оценить качество и вкус будущего вина, когда куст еще зелен. Я еще с детства помню, меня папа учил, и бабушка, она работала на виноградниках. Придем, она говорит, вот давай сейчас попробуем, какой будет виноград. Пока еще нет цветения, вот берешь стебель, вот чистишь его, и... Ммм... О, будет. То, что надо. Маленькая хрупкая зеленая виноградная гроздь, как на подбор одного размера, и вот-вот зацветет. Тогда над витязевским виноградником поплывет божественный аромат. К слову сказать, это уже настоящее чудо, ведь этот виноградник на витязевских землях последний. Его удалось сохранить только Асланову. Поэтому любуемся мы сейчас рислингом, а каберне приходится покупать в других хозяйствах края. Посмотрите, какая красивая гроздь. Вы можете представить, это абсолютно новорожденное все. Еще все впереди. И какие будут погоды, и какая будет температура, и сколько будет осадков, и какие вредители еще появятся. Но мы будем следить и не давать его в обиду. Так что у нас работы много с ним. Нам надо дожить до созревания и сделать хорошее вино. Тот, кто верен своему делу, предан родной земле, не растратил секретов мастерства, сохранил вокруг себя близких и преданных, может рассчитывать на успех. Поздравляя с победой в винном конкурсе, мы уверены, будут и другие. Можно порадоваться из-за тех туристов, что поедут сюда на экскурсии. Прежде всего, перед тем, как зайти в наш храм вина, я думаю, мы расскажем про историю нашего поселка, о том, как наши предки, моя бабушка, его бабушка, его прапрабабушка, работали на виноградниках, какие сорта у нас произрастали, какие вина делались, где был центр поселка, где была первая винодельня. Мы расскажем историю нашего поселка. А после мы расскажем о вине, мы расскажем о винограде, о том, как он растет, созревает, как появляются плоды, как мы делаем вино, как мы за ним ухаживаем. И дадим им попробовать его с хорошей закуской, с легкой закуской. И они оценят его. Совсем скоро юные анапчане будут отмечать День защиты детей. Если вы хотите подарить своему ребенку незабываемый праздник, Всероссийский детский центр «Смена» поможет вам в этом. 1 июня в «Смене» пройдет грандиозный фестиваль. В программе фееричный фестиваль красок, завораживающий пенное шоу и самый яркий карнавал на побережье. Для всех гостей центра выступят участники шоу «Голос» и «Голос дети». ВДЦ «Смена» находится по адресу поселок Суко, улица Приморская, 7. Вход на праздник будет свободный в течение всего дня. Городской театр – одна из самых почетных, радостных и посещаемых площадок для выставок работ юных художников. Ко дню защиты детей здесь открылась выставка творчества детей из поселка Витязева, посещающих изо-студию Татьяны Жарких. Изо-студия она для самых маленьких, кто еще только собирается выбрать рисование дополнительным образованием. Практически все дети любят карандаши, мелкие краски. Но те, кому встретится на пути хороший учитель, будут рисовать, восхищая окружающих и искренностью восприятия мира. А самое главное – сами станут богаче внутренне и щедрее к миру. Витязевские дети год назад познакомились с художницей Татьяны Жарких. Любовь, с которой Татьяна отдает свои знания детворе, заставила их желание рисовать мир делать своим главным увлечением. Хотя у многих есть и другие таланты. На нашей выставке мне хотелось бы показать, насколько талантливы и разнообразны дети. Элеоноре всего 10 лет. Она мечтает стать оперной певицей, а рисование только подчеркивает, насколько талантлив ребенок. Я очень люблю рисовать. Рисование для меня – это работа и отдых одновременно. В нашей застуде никогда не бывает скучно, никогда нет одинаковых работ. Татьяна Валерьевна всегда предлагает нам выполнять работы в разных техниках. Это всегда увлекательно и интересно. Рисование – не просто популярный вид детского творчества, хотя оно ценно и в таком качестве. Это способ самовыражения без слов, рассказ о переживаниях, которые еще сложно осознать – непосредственная передача своего состояния с помощью художественных средств. А выставка работ – прекрасный стимул развиваться дальше. Мама ведь не случайно приводит своих детей в изобразительную студию. Наша студия, которой она занимается, я думаю, ей поможет в будущем. Очень многих вещах. Кем бы она ни стала в жизни, не важно, повар, художник, артист. Я думаю, что именно изо-студия развивает все творческие начала моей дочери. Нам очень нравится туда ходить. И я надеюсь, мы вас порадуем даже персональной выставкой. Татьяна Жарких – выпускница Кубанского университета. Она вселяет веру в детвору. Рисовать могут все. И рисовать можно легко, играя кисточкой. Мастер-класс опытного художника по написанию монохромного портрета «Мама одной из учениц» – самый показательный пример, как здорово уметь видеть мир глазами художника. И вновь у анапчан есть повод гордиться земляком. Олег Чен одержал убедительную победу на чемпионате России по тяжелоатлетике, который проходит в эти дни во Владикавказе. Анапский спортсмен стал абсолютным победителем весовой категории до 69 кг и завоевал сразу три золотых медали – в рывке, толчке и двоеборье. В общей сложности Олег Чен поднял 336 кг и опередил соперника из Новосибирска, который в сумме двоеборья поднял на 41 кг меньше. Поздравляем Олега с победой и желаем чемпиону дальнейших успехов. Анапских подростков приглашают на летние смены спортивно-здоровительных лагерей. Управление по делам молодежи и образования Анапы объявляют набор девушек и парней в возрасте от 14 до 17 лет в стационарные спортивно-здоровительные лагеря, организаторами которых является краевая крейсерско-парусная школа. Участие в лагерях бесплатное. Подробно со всеми сменными вы можете ознакомиться на нашем сайте. Подать заявку и узнать всю подробную информацию можно по телефону Центр занятости населения города Анапы приглашает подростков в возрасте от 14 до 18 лет и работодателей на специализированную ярмарку вакансий для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани», который состоится 30 мая с 10 до 12 часов. Собеседование с работодателями с 10 до 11 часов на территории Центра занятости населения по адресу Анапы, улица Калинина, 12А, справки по телефону 40911 и 32041. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова